Мы убиваем с вами двух зайцев. Первое, ну это способ рекрутинга, то есть, да, повод рассказать о наших возможностях. И второе, мы уже влюбляем, скажем так, его в продукт. То есть это получается уже вовлечение. Правда ведь? Поэтому мы вот, как девчонки нашего офиса, очень любим вот этот вот метод рекрутинга. Дальше, цель мастер-класса, влюбить в продукт, рассказать обязательно возможности и дать человек 100% результат. Дальше, когда, ну, относится и к девочкам, в общем-то и к мальчикам, да, это может быть не только именно относиться к этому методу, но нужно начать с себя. В любом случае, Мария, по-моему, уже об этом говорила, что вы должны хорошо выглядеть, да, пусть это будет не супер-пупер дорогой там костюм или оба... Либо одежда, это должно быть опрятно, вы должны быть с чистыми волосами, или что касается девочек несоблезненными ногтями. В случае вообще не накрасить. Потому что в любом случае человек придет, будет смотреть на нас. Если мы говорим о красоте, а спа уходит за лицом, куда человек смотрит? В гости? Сразу, как вы, да, ухаживаете ли вы, смотрит, наблюдает, разглядывает. Потому что пока мы с ним возимся, он вот все точечки у нас, все недостатки посмотрит, увидит. Поэтому нужно обязательно, ну, вот, выглядеть достойно. Можно недорого, но достойно, чисто, обрядно, аккуратно. Дальше, с чего? Начать встречу. Наверное, давайте, как пригласить на 20 класс, чуть ли я тут не торопилась. Как пригласить? Ну, если это знакомые, соответственно, очень просто пригласить в офис. У нас есть визажист, нам нужна модель. Хочешь быть моделью? Ну, резко, по-моему, кто отказывается. Либо я знаю, как заменить салонные процедуры на домашние. Будет вот такой вот результат. Хочешь сэкономить? Хочу. Пожалуйста. Либо, например, допустим, не хочет ваш клиент экономить, да, заменить салонные процедуры на домашние. Попросите рекомендации. Да и вот список номеров телефонов своих знакомых, кого я могу пригласить. Сделаем такой подарок. Соответственно, они вам дали, что нужно сделать. Нужно позвонить, как-то и человеку сказать. Вы что говорите? Здравствуйте, там Татьяна в другой стране говорит. Да, Татьяна, есть минуточка? Есть. Я звоню вам от Ивановой Кате. Знаете такое? Знаете? Меня зовут Юлия, менеджер компании Reflame. Хочу вас пригласить на спау-код за лицом. Татьяна вам сделала такой хороший подарок. Это бесплатно. Вы узнаете, как правильно ухаживать. Все вам подберут, расскажут, помогут. Покупать ничего не надо. Интересно, интересно. Ну, человек либо говорит, да, либо нет. Соответственно, ну, это такой вот упрощенный вариант. Вот себя может любой вот по ходу придумать, написать, самое главное, листочки. Кое-какое я вот здесь вам предложил, то есть разном листочке уже будет готовый шаблон. Ну, и вот человек говорит вам, либо я прихожу, либо не прихожу, соответственно. Дальше человек пришел. Что нужно сделать? Еще раз поздороваться, познакомиться. И обычно я что делаю? Я рассказываю, ну, почему, что будет происходить с этим человеком. Потому что, когда звонят, когда мы звоним, когда наши консультанты приглашают, кто-то волосы приходит красить вместо спау-код за лицом, например. Кто-то там на маникюр и так далее. Ну, разные ситуации. Чтобы сразу оговорить, что будет происходить, нужно сказать, что у нас проходит мастер-класс, поход за лицом мы вам сделаем, подберем, все расскажем, покажем. Вот. И, ну, обычно, просто многие спрашивают, да, почему там вот мастер-класс и так далее, да бесплатно вроде бы, да, тратите средства, тратите время. И главное, говорим, что покупать еще ничего не нужно. Я всегда говорю, это делается в целях рекламы. Моя задача, чтобы вы были нашим постоянным клиентом. В каком случае вы будете постоянным клиентом вывести, вы получите 100% результат и останетесь довольны. Поэтому вы расслабьтесь, продавать я вам сейчас ничего не буду, поухаживаю, расскажу, что ли как. Вот, дальше мы его усаживаем. Ну и, что нам с вами для этого нужно будет? Расскажу для девочек. Хотя в Чебоксарке я знаю, что и мальчишки проводят мастер-классы. Видели? Вайбер Сашеликс обычно, наверное, не видят. В директорском чате выкладывают фотографии, где мальчишки там проводят мастер-классы. Мастер-классы проводят. Так, ну что, самое элементарное. Мы, девчонки, уже давно проводим мастер-класс. У нас есть разные под себя инструменты. В любом случае, нужна будет какая-то серия по уходу за сухой типом кожи, серия для жирной комбинированной типу кожи. То есть любое средство мы подбираем по типу кожи и по чему, девчонки? По возрасту. Самое элементарное, что-то подобрали, которое подходит для любого, например, возраста. Ну и разный тип кожи, например, в данном случае у меня сухой, для комбинированной. Дальше, соответствующие кремы, например. Такие, например, крем какой-то там для век, помоложе, ну хотя бы был один, да, универсальный поход. Потому что приходят и взрослые, и молодые. Можно взять универсальный. Один, например. Скраб, например, масочку для жирной кожи, просто для увлажнения. И, соответственно, сыворотка. Ну и какой-то взять срезы для снятия макияжа с глаз. Дальше понадобится пелеринка. Потому что если вы будете с девочками мастер-класс проводить, естественно, где-то чего-то может капнуть. Человеку будет не очень приятно, пришел там в супер-глупер одежде, да, мы тут ему пятно поставили. Уже минус, уже никотин. Дальше, в любом случае, антибактериальное средство. Кто пробовал его? Классно. Не всем. Давайте по рядам проведу. Все сейчас, мы находимся в общественном месте. Кругом одни бактерии у нас тут, микробы. Поэтому, чтобы себя обезопасить, очень удобно брать дорожки. Вот немножко просто нанести. И вот так ручки сполоснуть. Соответственно, нужны будут ватные диски элементарно. Одна губочка хотя бы вот такая вот, очень удобная. Я не очень люблю пользоваться повязочкой. Вот у меня есть ободочек. Потому что повязка, вот мы, девочки, носим челки, вот так вот все прилипнет. Поэтому, мам, не горю, потому что человек тут пытается как-то все расправить. Ну, ободочкам проще. Они быстро расправляются. Ну, и для себя какой-то полотенчик. Вот самый элементарный. У кого накопились баллы, лаяния, все очень удобно. Мы все оттуда. Все, что было можно, себе заказывали. Ну, или потихонечку все равно. Какие-то средства у вас элементарные есть дома. Про который, с которым вы можете начать уже работу проводить. Вот, это что? Ну, в идеале. В идеале. Вот такая вот штука. Скину его. Маша рассказывала вам, как сделать заказ. На 150 баллов можно? Что вы слышали? Какое преимущество есть для нас очень хорошее, когда мы делаем 150 баллов? 50%. 50% скидки очень выгодно заказать. Вот такой вот аппарат скинкров. Ну, что? Это вот самый элементарный такой набор должен быть, чтобы начать проводить мастер-класс. Сейчас начну. Я все-таки, наверное, знаете, вот из таких вот анализаторов. Очень удобная штука. Расскажу, как правильно им пользоваться и как в последнее время начинаю пользоваться им я. Анализатор показывает три состояния кожи нашего гостя. Увлажненность, степень увлажненности, степень жирности и регенерация обновления, то есть есть ли мертвые клетки, новые и так далее. Правильно как? Протестировать каждый участок лоб, нос, щечки, подбородок по три точечки, записать эти данные и по данным показателям анализатора что-то порекомендовать из нашей продукции. Так как человек приходит ко мне на спа, это уходит, ну, время, например, на анализатор, пока надо расписать, что нужно, как чего, но он же еще хочет получить весь спа-код, понаслаждаться, когда за ним ухаживает, расслабиться. Я что делаю? Он приходит, я быстренько пропикала его, показала, вот смотри, а в большинстве случаев люди приходят, они не знают, как правильно ухаживать. Редко-редко кто приходит, прям вот точно по этапам ухаживать за собой, девчонки или там женщины. Обычно показатель не очень у анализатора. Я говорю, вот смотри, вот мы сейчас с тобой протестируем, когда я тебе проведу спа, мы сразу же протестируем, и ты посмотришь, какие результаты уже, даже вот не пройдя там какого-то времени, 5-10 минут, пока мы там вот это вот все делаем, ты уже увидишь, что кремы наши работают, наши средства работают. И люди видят цифры, люди видят не вот то, что вы там словами ля-ля-ля-ля-то-поля, но говорить, как говорят, все могут. А они уже видят своими глазами, что показывает вот какой-то прибор. То есть прибор-то обычно не обманывают. То же самое фишка, вот в весах анализатора, да, видя глазами, чтобы показывать метаболический возраст, они уже сразу по-другому начинают слушать. То же самое и здесь. То есть совершенно другой результат получается. Поэтому что мы сейчас делаем, самое элементарное, это вот научимся пользоваться вот таким вот прибором. У меня есть вот анкетки, на вас сейчас их хватит, которые мы используем в нашей работе. Вот здесь вот показатели, лоб, нос, щека, подбородок. И, соответственно, первый показатель – это влажность. Вы смотрите, если будут цифры, там такие квадратики. Давайте я вам нарисую. Уголочку-уголочку найдем сейчас. Ну, если видно. Значит, здесь минус, здесь плюс. Если, например, у вас один вот такой черненький квадратик, значит, у вас получается показатель минус один. Если у вас, например, два черненьких квадратика, какой показатель будет? Плюс два. То есть вы вот эти показатели будете записывать, девчонки, сейчас вам в любом случае помогут, кто свободный. Да, то есть вы вот эти показатели записывать. И здесь человеку даже не нужно ничего запоминать, объяснять вам. То есть здесь все кратко написано. Он смотрит, например, так. От минус 2 до минус 5. Обезвоженность средней максимальной величины. Что такое это? Что это за безвоженность? Да, начинает сам задавать вопросы. Вам даже уже ничего, как бы, от себя не надо говорить. То есть он уже заинтересован, у него уже интерес, как это убрать, что это такое, что случится и так далее. Ну, то есть, мне кажется, каждый уважающий себя женщина, дама, девушка, хочет быть в любом возрасте красивой. Вот здесь мы заполняем. Потом я провожу уже мастер-класс. Мы прям 3 минутки по этапам пробежимся. Давайте, наверное, расскажу, потом уже будем тренироваться. По этапам очень все просто. Кто заказывал вот такое вот руководство по премию саду? Мало. У меня когда муж зарегистрировался, Сергей первый пришел в этот бизнес. Тот, может быть, знать, тот, может быть, нет. Я его не поддержала. И продавал продукты он. Ему надо было как-то свои баллы убирать. 150 баллов, вот он сразу с первого каталога делал 150 баллов. По-другому, ну, как бы, нельзя было. И вот он заказал вот себе вот такую вот книжку. Соответственно, она была раньше другая немножко. Где Маша показывает, рассказывает все о продукции. Он давал каталог, он давал книжку на полиста и почитаем. Люди смотрят, смотрят, сколько это стоит в каталоге и начинают заказывать. Очень удобно. Не зная продукцию, книжка как бы сама себя продает. Поэтому обязательно закажите. Самим интересным почитать. Ну и давайте просто почитать клиента. И вот здесь вот все очень хорошо рассказано. Какие бывают типы кожи. И какой комплексный уход, что зачем нужно носить. Значит, первое очищающее средство. Затем тоник. Затем крем ночной или дневной. Крем для век. И пропустил я перед кремом сыворотку. Если дополнительный уход между вот этими этапами, мы вставляем либо масочку, либо скраб. Все очень просто. Все доступно написано. В любом случае, если будет желание научиться проводить самостоятельный мастер-класс, лучше обратиться к наставнику. Он побольше всего примеров расскажет, покажет. Но даже если вы где-то находитесь далеко, и вы, опять же, все кружится между заказами, между вашими знаниями. Вы вот, например, даже заказывают у вас крем дневной. Вы попутно что можете предложить, зная комплексный уход за вас? Ты что для него я крем заказываю? А где очищение? А где тонизирование? А где мастер-класс? Мастер-класс уже разговаривали, там мне время показывают. А где там крем для век? И так далее. У вас сколько попутных продуктов могут купить? Вот. Это что касается ухода. Ну что, после того, как вы мастер-класс провели, обычно мы пишем рекомендации. Я прям листаю каталог и пишу, что есть в каталоге из тех продуктов, которые я им порекомендовала. Вот. Вот. Эту штуку мы разрезаем. Здесь ему подсказка, как правильно ухаживать. А вот эта вот вещь остается на. Либо форма для дисконтки. Да, он заполняет. Ну, в любом случае, вот эту часть он заполняет. Заполняет, понравилось ли ему, нет. Его дан. Какой бы мастер-класс он следующий хотел бы получить, пройти. Контакты обязательно. После любой встречи нужно рекомендации спросить вообще после любой. Ну и, соответственно, может быть, что-то он хочет заказать. Дальше. Пока он заполняет. В течение мастер-класса в любом случае мы же говорим про Reflame, рассказываем. Что у нас разные есть возможности. Обязательно нужно сказать, что после течения мастер-класса я с тобой поделюсь интересной информацией, как можно деньги в Reflame зарабатывать. И, соответственно, я вам по бабочке провожу презентацию. У вас они разные бывают. У кого-то свои наработки. Но это не столь важно. Самое главное после мастер-класса презентацию рассказать. Потому что мастер-класс – это повод рассказать о наших возможностях. Так, ну что, быстренько разбираем. Держи. Так, у нас раз, два, три, четыре анализатора. Сколько у нас человек быстренько сочетались? Четыре человека. По четыре человека тогда разделились? Смотрим. Нет. Мы ищем, где расшифровка показательности. Уход за лицом мы сегодня не будем с вами проводить. Друзья, я еще можно скажу, пока мы все выбираем. Вот когда, ну, например, есть такая возможность, когда вывели мастер-класс, там, что-то тестировали, кожа, не важно, даются рекомендации, какие средства. Вот посчитайте человеку стоимость по каталогу, скажите, дорого, ну, там, много стоят там, дорого, хочешь дешевле, посчитайте цены с 20-процентной скидкой. Он говорит, выгодно тебе вот такая экономия? Человек сказал, выгодно. Хочешь, я тебе оформлю дисконтную карту, и ты будешь покупать себе эти цены. И у вас человек по этому найдется тот, который просто тебе даже дешевле будет. То есть вы показали ему первую возможность экономить выгоду. То есть многие этим очень-то интересуются. Так, быстренько тоже разобрали каждому по такой штуке, по ватному диску, по одному ватному диску. По четыре человека прям рядышком присядьте на группу, чтобы было удобно. Ну, там первый рядышком.